Во второй день чемпионата мира по шашкам 100 состоялось два тура. Перед стартовым отрезком дня главный судья соревнований, бельгиец Йохан де Мазюре, проверил паспорта участника. После начала тура главный судья хочет проверить паспорта участника. Кому нет сегодня паспортов, можно завтра через два тура принести, он проверит. Также он будет принимать впитательные взносы. Затем начались баталии за стоклеточными досками. После двух туров начали появляться первые лидеры. Среди девочек до 13 лет лидерство захватила россиянка Сардаана Чупрова из Якутии. У девочек до 10 лет впереди пока идут Анна Коротких из России и белорусская Яна Лазовик. У мальчишек среди младших кадетов впереди идет квартет в составе Константина Норда из Беларуси, россиянина Антона Бурсука, голландца Слу Меджице и литовца Максима Клусовского. У ребят до 10 лет в лидерах четверка в составе. Анатолия Протодьяконова из России, китайца Ванг Чен Фана, эстонца Анастаса Замульскиса и украинского шашиста Кирилла Полевщикова. Об организации международного турнира поделились представители некоторых команд. Да, я был в Беларуси не один раз и был тут же в Слониме на золотой шашке. Масштабы соревнований были, конечно, поменьше. Я представляю, какие хлопоты были у организаторов. Этих соревнований все же принять около 200 человек в сравнительно небольшом городе не так-то было просто. Но я считаю, что организаторы замечательно справились с этой задачей. Что же касается, почему первый чемпионат провели в Беларуси? Ну, имена таких гроссмейстеров, как Гантворк, Альшуль в свое время, Садовская, Зоя, которая сейчас представляет Латвию в качестве тренера. Говорит само за себя славные традиции, поэтому нормально, что чемпионат проходит первый именно в Беларуси. Ну, я первый раз на Беларуси. Обзервую только выдарения на Беларуси в полских медиах. Radio, телевизия, праса. Так же, знам лучших варцавистов беларусских. Знам таких великих варцавистов, как Гантворк, Пашкевич, ну и ту коллегу, который работает. Мы от них учимы в Польше грать варцавы. По-просто, хотели бы мы навязывать с ними контакты, чтобы развить эти варцавы в Польше. Так хорошо, как в Беларуси, как в Беларуси, которые будут развиваться. Я особо лично, что я очень доволен из побытия в Беларуси. Подоба мне себя на Беларуси. Очень мили, симпатичные люди. Уже много интересных мест для посвящения. Но, но, прежде всего, концентруем мы себя на навязывании контактов варцавовых. Мы из Монголии. У нас 8 детей и 3 взрослых. Мы, Беларуси приехали очень довольны. Мы называем это Беларуси и Русские как брат. Они относятся к нам как брат. Да, я Беларусской федерации благодарна за все, что сделали для нас. Ну, мы довольны. Только сейчас остается, если дети хорошо играют, этого довольны. Ну, и ваш город красивый. Такой ширины улицы, такие ширины. Здесь отдых. Это погода так красивая. У нас уже там минус 30. У Ламбатра самый грязный город в мире. А здесь такой уютный. И воздух такой чистый. Поэтому нам очень понравился. Что когда-нибудь, что раз мы будем здесь, этого я не без. Ну, чемпионом мира я, конечно, стал не за один год, 10 раз. Я был чемпионом мира с 88 по 2005 год. И с той поры мне не удавалось больше стать. Просто я представляю шашечный регион, Удмуртия российский и город Ижевск. У нас большие шашечные традиции. На это и мне помогло стать чемпионом мира. Безусловно, во всяком случае, в моем становлении традиции сыграли мне последнюю роль. И эти традиции продолжаются. Вот сюда я привез уже ребят из шашечной школы, где я директором работаю. Из моего города приехало 9 человек. 7 человек из моей шашечной школы. И в то же время ученики у меня есть не только в Ижевске. Есть вот и в Китае, в далеком, где я тоже работаю тренером. В том числе и из китайской сборной. Но у них сборной как таковой еще пока нет. У них есть люди, представляющие Китай, разные провинции. Надеюсь, что тут первый блин комом не выйдет. Пока все идет отличный уровень, неплохой ребят. Я смотрю, организация на уровне. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!